Криптозоология Как Йети и Чупакабра И не типичных Для дальней местности в силу Дальности естественного ареала Как Alien Big Cat Что такое Alien Big Cat? Начнем с того, что мы гуляли в лесу Все было прекрасно И тут бац, мы видим льва Лев пробегает Нас не трогает И мы можем предположить только два варианта То, что этот лев Сбежал из какого-то цирка или питомника Или то, что этот лев Каким-то образом Популяция львов Расширилась настолько, что она У нас оказалась в лесопарке И именно этим и занимается Под отдел Alien Big Cat Или считающихся вымершими Я выделил эту группу Потому что она является Наиболее адекватной И то, что реально Можно найти И я расскажу вначале О тех способах Как вообще этих животных искали И первый способ Это как раз таки спутник Как известно Лучшие спутники военные Но по понятным причинам Военные не хотят Делиться спутниками И использовать их В криптобиологических целях Поэтому Добрейшая компания Digital Globe Предоставила нам спутник Который стоит Всего-то какие-то 650 миллионов долларов Но Но даже за такую Низкую цену Мы получаем Аж Набор Всяких Недостатков Недостатков В стиле того, что Все этот спутник Сфоткает С космическим Мусором И осадками И Эхолот Как он работает Узконаправленный Ультразвуковой Сигнал Который Направляет Вот эта вот Штучка В воду И Отображает Обратные Изображения Рыбы Донной поверхности Стоимость Хорошего Эхолота От 500 до 600 долларов Метод Для тех Кто хочет искать Морских монстров Или Экспедиционный Но это Самый распространенный И самый простой Для этого Нам понадобитесь Вы Можете Взять Даже парочку Энтузиастов И Вперед Локацию Где живет Ваш Объект Вы Можете Делать Все Что угодно Можете Его Фотографировать Вы Можете Его Можете Стрелять Нет Можно Все Ваши Граничивают Ваши Бюджет И Ваша Можете 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 Был Был Пойман В 1938 году В Индийском океане С тех пор Было выловлено Более 70 латиней Кракенов Первую подобную сводку Морского фольклора О Кракене Составил датский натуралист Эрик Пантопедан И епископ Бергенский Он писал Что Кракен представляет собой животное Размером с плавучий остров По сообщению Пантопедана Кракен В состоянии Схватить Чупальцами И утянуть Даже самый крупный Боевой корабль Еще более опасен Для Судов Водоворот Который Возникает При быстром погружении Кракена На морское дно И все бы было бы ничего Если бы 30 сентября 2004 года Исследователи из Национального музея Науки Японии И ассоциации По наблюдению за китами Получили первые снимки Живых гигантских кальмаров Также 4 декабря 2006 года Была произведена Первая Видеосъемка Живого гигантского кальмара Скрин Из этой видеосъемки И наставало время Животных Которых мы должны искать Которых Вполне вероятно найти И первый из них Это Плезиозавр Он жил в меловом периоде Плезиозавры были Прекрасно приспособлены К жизни водоема Хотя им приходилось Выныривать На поверхность Чтобы вдохнуть Воздухом Имели 4 конечности Преобразованные Ласты И бочковатое тело А это Лохменское чудовище Думали Глупые люди В 1934 году Когда читали газету Дейли Мэйл На самом деле Это фейк Это фото Оказалось фейком По признанию автора В 1994 году И как бы Озеро Лохнес Хорошо Но Округа городка Лайм Реджес Нашли первый Хорошо сохранившийся Скелет Плезиозавра Ну не конкретно это так Вот Это В Московском Палиментологическом музее А Тут нашли первый Хорошо сохранившийся Скелет Плезиозавра И По идее Можно утверждать То что Вот озеро Лохнес Вот Как бы Первая находка Неживого Плезиозавра И Само Лохнесское чудовище И все это Скампайновать Можно получить Настоящего Живого Плезиозавра Во всем Во всей его Красе и виде А это Эдриан Шайн Руководитель по поиску Лохнесского Чудовища Как и должен выглядеть Руководитель по поиску Лохнесского Чудовища Вообще Прямо Это Мегаладон Эти акулы вымерли Примерно 3 миллиона лет назад Причина вымирания По мнению биологов Заключается В обострении конкуренции С другими хищниками Во время пищевого Критиса На следующем слайде Представлен Мегаладон В сравнении С большой Белой Белой Акулой И человеком Ээээ Как видно В лучшем случае Он бы мог достигать 20 метров В лучшем 15 Но в чем же тут Криптозоологического По интернету ходят байки Что Ээээ Пару исследователей Акул У берегов Исландии Оставили Ловушки Ловушки С лангустами Шерстистый Мамонт Был большим Наземным Травоядным Млекопитающим Жившим во времена Ледникового периода Вымерт из-за того, что Неандертальцы и кроманьонцы Охотились на него в целях Добыть полезные ресурсы И где-то Примерно в конце 90-х Коренные жители Сибири Сообщили о том, что Видели огромного волосатого Слона Ситуация повторялась Несколько раз Но кроме тушь Мамонтов, замерзших В вечной мерзлоте Найти ничего не удалось Китайский речной дельфин Бейджи Китай, как известно, является Мировым лидером по производству Разнообразных товаров Но, как известно, то, что Хорошо для экономики Плохо для окружающей среды Этот вид китайских Речных дельфинов Вымер из-за того, что В связи с огрязнением Реки Янзы Вымер он В 2005 году Официально Подписали это все Но не все было бы Так плохо Если в 2007 году Один из китайских Рыбаков заснял Что-то подозрительно Белое Плескающееся В реке Янзы Не знаю Поэтому Надеемся то, что На возрождение этого Тасманийский Сумчатый волк Тасманийский Волк является из Немногих хищных Сумчиц Вымер из-за Ошибочного Обвинения в поедании Овец Даже за голову Тасманийского Волка Назначали Награду Но в 1938 году Оказалось то, что Его челюсть была Слишком длинная И узкая Для того, чтобы Убить овцу И в том же 1938 году Объявили За него Награду В размере Полтора миллиона Долларов И прежде чем Закончить эту лекцию Мы вернемся назад Посмотрим на прекрасного Щели зуба И посмотрим видео Щели зубы Субтитры Соленов донкида Семейство Млекопитающих В нем всего два вида Кубинский Щелезо Грины Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, криптозоология годится не только в качестве источника шуток, но и может привести к интересным и неожиданным открытиям, как щелезу. Конечно, только при условии использования научного подхода. Спасибо за внимание, прошу ваши вопросы. Отвечается ли подход к изначально метичерским животным и считающимся вымершим? Нет. Говорят, щелезубы гидриды. Страдают ли щелезубы от собственного яда? Нет? Нет. А что ты в свою презентацию не добавил в мию, как Титана Абуа? Хотя доказывают, что она еще существует. Шеф, погоди, я сделала великолепное движение? Я не знаю. Да? Недавно в сети появился нашумевший ролик, на котором засняли в Австралии некое животное, перемещающееся среди деревьев, которое вот мельком там пробегает и полагает, что вот это тот самый сумчатый волк, о котором вы говорите. Вы это видео, вы знакомы с ним? Двадцать восьмого она появилась. Ну, совсем, короче, до начала этой лекции один из наших ультра-крутых фотографов не сказал об этом. Но до этого я не знал об этом. Но одно дело, когда на очень страшную мыльницу с 25 километров снимают какую-то пятнышко, которое передвигается по экрану, ну, нельзя сказать, что это был тасманийский волк. Это могло быть что угодно. А какой из научных методов мог бы помочь нам найти тасманийского волка в Австралии, если мы считаем, что он там есть? Ну, что вы посвятовали? Возможно, по-половушке. По-половушке экспедиционной. Ну, как бы, по-половушке ходят в экспедиционную. Поэтому-ка. Окей. Да. Слушай, Никит, а вот криптозоология – это наука о животных, которые мы якобы знали, да, или которые якобы были. А что-то по вот тех животных, которых открывают, ну, там, очень-очень глубоко, куда мы раньше не добирались. Допустим, та же самая рыба с фонариком. Вот, это, ну, может считаться криптозоологией? Нет. Криптозоология – это когда в каком-нибудь источнике слышали информацию про это животное, а новые шесть видов тихоходок, которые открыл Киосе – это уже… Наука. Да, это уже наука. Ну, то есть, получается, там ограничено. Да, как бы, да. Там есть границы. Очень писатель, даже весёлые. Это всё? Всё там. Да, Волос. Спасибо. 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 Спасибо.